Центробанк в этом месяце снизил ключевую ставку с 11 до 9,5% годовых, вернув ее к уровню начала года. Напомним, 28 февраля ставка резко взлетела с 9,5 до 20%. Тогда регулятор объяснил это тем, что изменения позволят вернуть деньги населения в банковскую систему. Ставки по депозитам резко выросли, и люди, которые в конце февраля и в первые дни марта забирали из кредитных учреждений свои наличные, начали активно возвращать деньги в банки. Однако высокая ключевая ставка оказала давление на рынок кредитования. В мае российские банки показали рекордно слабый результат по ипотеке. Объемы выдачи кредитов на жилье сократились по сравнению с апрелем на 26% в денежном выражении и на 36% в количественном. По словам экспертов, в годовом выражении выдачи ипотечных займов упало почти на 73%. Но постепенная стабилизация ситуации благодаря притуку рублевых вкладов позволила Банку России снять с ключевой ставки надбавку, которая была необходима для купирования рисков финансовой стабильности. Поэтому к лету ставка снова снизилась. Принятые решения о снижении ключевой ставки Банком России увеличат доступность кредитных ресурсов экономики и ограничат масштабы снижения экономической активности. При этом подчеркну, что ценовая стабильность остается таким безусловным приоритетом для Банка России, поскольку очевидно, что без ценовой стабильности устойчивый экономический рост невозможен. Эксперты подчеркивают, что внешние условия продолжают ограничивать экономическую активность, а страна живет в условиях непрерывных изменений. Снижение ключевой ставки стимулирует деловую активность по всем направлениям экономики, и это позитивный сигнал с точки зрения комфортных условий для бизнеса, считает независимый финансовый эксперт Антон Ларионов. По его словам, окна возможностей открыты в любой ситуации. Сейчас все сводится к правильному анализу этих самых возможностей. Еще раз, логистика, цепочки поставок. Если нет возможности заместить то, что потеряно в плане поставок, ну, соответственно, о каком выпуске готовой продукции, о каких там по росту можно говорить. Это самое импортозамещение, вот этот поиск новых путей, это и есть самая главная точка роста. Новые модели бизнеса для многих предприятий – очень актуальный вопрос. Экономика переходит к структурной трансформации. Этот этап потребует от производителей поиска новых партнеров, новых логистических путей доставки продукции, перехода на собственное производство компонентов и займет определенное время. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов на площадке Петербургского международного экономического форума заявил, что оптимальный размер ключевой ставки находится на несколько процентов ниже 9,5%, на уровне 5-6%. Но данный показатель нельзя менять слишком резко. В следующий раз Центробанк примет решение по ключевой ставке 22 июля. Светлана Кудрявцева, Юлия Василькина, Григорий Плешаков. События.